Ребята, всем доброго времени суток, Саныч на связи, вас их очень рад приветствовать среди шума этих прекрасных волн, ребята, дует легкий ветерок, светит солнышко, бушуют волны, и мы в этот прекраснейший день поднимем интересную тему, почему все-таки женщина изменила в отношениях там брачных, небрачных, семейных, серьезных, так называемых, гостевых отношениях, любых отношениях, вот взяла и изменила, вроде бы было все хорошо, относительно все спокойно, нормально, стабильно, оп, и она изменяет, да, опять-таки не будем отталкиваться от длительности этих отношений, там, 3 года, 10, 15, 8, 3, полгода, несколько месяцев, неважно абсолютно, вот просто по факту измены, очень часто мужчины ко мне приходят на консультации с одним и тем же вопросом, то есть они мне описывают свою ситуацию, да, вот там жили, были, там, просто встречались, там, не знаю, там, сожительствовали, были в браке, неважно, да, вот она взяла и изменила, вот, хотят мужчины получить ответ, почему? Почему? Почему вот так вот произошло? Кстати, ребята, если вам нужна личная консультация по вашим вопросам, связанных с отношениями, можете написать мне в личку, вот, мы ее для вас проведем. Почему? Почему они изменяют? Здесь будет один основной ответ и, так скажем, дополнение к нему. Это самое важное, самое элементарное. Многим мужчинам в это поверить почему-то тяжело, потому, ну, это с точки зрения того, что он говорит, ну, 5 лет, там, или 10 лет же было все стабильно, было все хорошо. Во-первых, никто никогда не проверит, допустим, женщина тебе изменяла, там, все эти 10 лет или нет. Они думают почему-то, что он по факту вот поймал ее на измене, и вот только одна измена была. Ну, может быть, там, несколько дней она до этого еще изменяла. Ребят, измены могли длиться и 10 лет. Она могла даже, ребят, были такие случаи, мы узнавали такую тенденцию, что женщина начинала встречаться со своим любовником еще до встречи с мужем своим нынешним, встретилась с мужем, они там повстречались, поженились, может быть, в отдельных случаях, да, и она все это время продолжала встречаться с любовником. То есть, этот любовник застал, допустим, и период без мужа, и с мужем, и уже опять после мужа, ребята. Так что, такие бывают дела. В принципе, ну, это немножко такое ответвление, да. И мужчинам трудно поверить, почему вот так вот. Там обеспечение было, допустим, там, закрывал все потребности, и жены, и семьи в частности, там, и так далее. Вообще нормально, не нуждались ни в чем, и не ругались особо, в принципе, да, но почему-то взяла и изменила. Ребят, самый главный ответ, почему, это, скорее всего, она не была пробита на инстинкт изначально вами. Почему вот так вот происходит, ребят? Потому что мужчины очень часто пытаются изначально в отношениях женщину купить подарки, обеспечения, там, походы в рестораны, в кафе, я не знаю, там, поездки на море, там, отдых, разного рода потребления, вот, так ей деньги просто дают, допустим, там, пытаются максимально ей создать бытовой уровень, там, на, так скажем, на уровне, да, вот, извиняюсь за тавтологию, чтобы она жила в комфорте, в роскоши, там, и так далее. Ребят, в идеале, опять-таки, я понимаю, что кому-то, может быть, это, так скажем, сложно поверить в это будет, ребят, но в идеале мужчина не делает ничего для того, чтобы женщина его хотела, для того, чтобы у него с ней все получилось, там, в физическом плане, там, в отношениях и так далее. Ребят, хочу сюда привести пример, интересную такую тенденцию. Вот вспомните, допустим, вот этих вот женщин, которые знакомятся с мужчинами, там, которые сидят в тюрьме, к примеру, там, да, либо, там, в какие-то других еще ситуациях интересные попадают, да, то есть он, там, даже, в принципе, не видел еще ее, ее очно, она уже, я извиняюсь, несет ему сумки с передачами, там, ну, там, с продуктами, там, сигаретами, чаем, носками и так далее, то есть она его по факту не делает, там, она его в тюрьме, там, через стекло увидит, она еще больше пробивается на инстинкт, и она весь его срок пребывания, его, так скажем, греет продуктами, там, деньгами, деньги ему на телефон ложит, там, и так далее, там, делает разные, там, несуразные вещи, даже незаконные, ребят, как это можно объяснить? И самое интересное, что женщина вполне себе симпатичная, вполне себе, так скажем, самодостаточная, у нее есть деньги, она нормально, социально, так скажем, устроена, и, тем не менее, она находит себе такого персонажа, это просто, к примеру, не именно, там, значит, что именно, там, зэки пробивают женщину инстинкт, нет, просто сам смысл, там, может быть, там, якобы, кто-то будет трактовать, что, там, это ж плохие парни и так далее, ребят, ну, я вас умоляю, какие плохие парни? Любой адекватный, нормальный человек, понимая, что человек, который попал в тюрьму, он не плохой парень, он просто попался, там, на каком-то своем злодеянии, там, и так далее, да, и плохого здесь, допустим, это не романтика, типа, там, вот, там, бэтбой, там, да, вот сейчас мы, там, с ним будем под луной гулять, он такой весь на Фоксе такой, да, такой, ой, это, там, моя чаечка, там, и так далее. Ребят, он в тюрьме сидит, какой плохой парень, он даже сексом с ней заниматься не может, и, тем не менее, он пробивает ее каким-то образом на инстинкт, да, там, по телефону, ребята, даже, и она бежит к нему с сумками, несет ему передачи, ребята, как это объясняется? Это просто объясняет для тех, кто не может понять, ну, как это так, да, вот, и как это так, вот, ты, там, не будешь, там, ее обеспечивать, там, дарить ей подарки, ухаживать, и она без этого не пробьется на инстинкт, ребята, пробьется. Именно вот об этом я рассказываю в своем курсе, как взаимодействовать с женщиной без потери на 4 часа в видеоформате, там я об этом подробно-подробно рассказываю, как это все делать. Кому интересно, ребята, пишите в личку. Понятно, да, что, допустим, вот, в принципе, могла женщина жить с вами, там, 5-10 лет, абсолютно не важно, там, сколько по времени, она была не пробита на инстинкт, ей было просто с вами удобно. И в какой-то момент, в момент она могла, допустим, сказать, все, довольна, я хочу другого мужчину физически. Она могла с вами спать, могла имитировать оргазм и так далее, и при этом она была не пробита на инстинкт, она вас не любила, она имитировала и свою любовь, и оргазм, и так далее, весь бытовой, там, так скажем, план. Просто в какой-то момент ей надоело, либо же, как я уже до этого сказал, что, возможно, любовник был даже еще до вас. Поэтому такие дела. Вот, и дополнение к этому всему. Возможно, пробитие на инстинкт было, но она остыла со временем. Ребят, ну, есть такая вот тенденция перегорания в отношениях, допустим. И это мужчина тоже касается, там, хотел женщину, перехотел. То же самое, там, мужчина хотела, точнее, женщина хотела мужчину, перехотела, да. Там было много маркеров, но из-за бытовухи, и, возможно, там, из-за скандалов, там, возможно, из-за привязки, возможно, из-за любви мужчины, там, и так далее, он этого не заметил. Это было, там, отказы в сексе, это самые частые такие вот явления, да, допустим, там, голова у меня болит, там, 18-й день месячных пошел, там, ребята, опять-таки на консультациях встречался с тем, что женщины задвигали мужчинам, что у нее 21 день месячных в месяце, так сказать. Она мотивировала, типа, якобы ты не знаешь женскую физиологу, у меня там сбой какой-то гормональный, типа, там, и у меня, там, типа, 3 недели месячных в месяц. Ребят, ну, это такой абсурд. Ну, 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 нет, я понимаю, что может быть, там, какие-то гормональные сборы, ребят, ну, на протяжении лет такие гормональные сбои, вот так вот они не получаются. При этом женщина не идет ни к врачу, ни к гинекологу, ни к кому вообще, то есть не пытается, там, как-то бороться с этим, просто у нее, по факту, там, 5 лет подряд в месяце 21 день месячных. Ну, вот, как-то вот так вот, да, но мужчина в силу привязки, в силу любви, возможно, там, в силу, так скажем, того, что он ослеп от бытового плана, там, работы, бизнеса и так далее, как бы он, ну, почему-то не понял, что она просто к нему остыла, да, вот. Вот это, так скажем, дополнение, то, что пробитие на инстинкт было, может быть, оно там длилось год, может быть, там, полгода, может быть, несколько лет, в принципе, неважно. То есть она его хотела действительно поначалу, но потом, так скажем, перехотела, да, за бытовухой, за всем этим, там, за семьей, за детьми, возможно, там очень много разных факторов, может быть, вот, она его, так скажем, перехотела, да, а он этого не заметил. Ну, в идеале, допустим, опять-таки, может быть, и замечал, может быть, хотел сохранить семью, может быть, хотел не травмировать детей. Я с одной стороны их понимаю, но вы понимаете, что вот это, знаете, так скажем, благородное приносение себя в жертву, допустим, ну ладно, не хочет меня, родить детей, буду жить и так далее. Оно в любом случае ваши отношения расстанутся, какими бы они ни были, семейные, серьезные и так далее. И в любом случае вы разойдетесь, ребята. Если она вас не хочет, она будет вам изменять, она будет вам грубить, оскорблять, унижать, там, ты не мужик, ты не настоящий мужчина и так далее. Ребята, если женщина вас не хочет, отношений у вас не будет. И даже если там она изначально вас не хотела, она там с вами была из-за удобства, обеспечения денег, финансового плана и так далее, ей все равно это надоест. Сюда могу пример привести то, что, ребят, почему жены очень богатых бизнесменов изменяют с садовниками, с водителями, с охранниками, с таксистами и так далее и тому подобное. Почему так происходит? Ребята, у нее финансовый план просто на космическом уровне, у нее денег просто вот так вот. Она пошла, изменила, а муж ее выгнал. Она развелась. А там может быть тенденция якобы, что когда она специально это сделает, чтобы развестись и потом отжать побольше имущества, такое бывает, ребята. А бывают случаи, когда она просто, я извиняюсь, с голой жопой уходит оттуда. То есть муж узнал, ничего на нее не было записано. Даже умные мужья, умные бизнесмены, они делают грамоту. То есть они даже в браке не приобретают, то есть они деньги зарабатывают, но другими руками. То есть там все имущество, вся недвижимость записана на других людей и так далее. Ну, вообще вы меня поняли, да? То есть и женщина просто по факту ходит с голой попой, да? А она же себе отчет отдавала, что как бы такое может получиться. Может быть. А попросту потому, что она жила с ним из-за удобства, ей надоело, она пошла искать новых эмоций, новых приключений. Пробилась на инстинкт тот садовника, там условного, грубо говоря. Переспалась, муж узнал, все, он ее выкинул. Вот и все. Поэтому, ребята, как-то так. Кому интересен курс, либо консультация, ребята, пишите мне в личку. Дам вам подробности. Хорошего вам дня, прекрасного настроения. И великолепного здоровья.